Здравствуйте, уважаемые телезрители! Это вечер на седьмом. Мы работаем в прямом эфире. Телефонные переговоры лидеров нормандского формата пройдут на следующей неделе. Об этом в Брюсселе заявил президент Украины Петр Порошенко. И цитата от Петра Алексеевича. Мы готовимся к телефонному разговору в нормандском формате на следующей неделе. Президент Украины подчеркнул, что Россия по-прежнему не выполняет минские договоренности, в том числе и в части безопасности. Потом была встреча Верховного главнокомандующего вооруженных сил Украины президента Украины Петра Порошенко с канцлером Германии Ангелой Меркель. И снова ситуация на Донбассе. Продление Европейским Союзом санкций против России. Тема номер один. Европейский Союз обещает санкции будут продлены автоматически уже, наверное, ближе к вечеру. Или вполне вероятно, когда мы будем работать в этой студии прямого эфира. Несколько цитат. Министерство образования и науки Украины признало запуск в Одесской области онлайн-платформы по подготовке к сдаче внешнего независимого тестирования. Be smart. Будь умным. Успешным. Более того, надеюсь, и я в том числе, что одесский опыт будет использован по всей Украине. Спасская Вилкова – первая в Украине дорога, которая сдана в эксплуатацию в 2017 году. Уже с августа 77 мобильных групп полиции будут контролировать всю Одесскую область. И к августу 2017 года будет завершена комплектация групп быстрого реагирования полиции в Одесской области автомобилями. И они смогут контролировать безопасность всего региона. Безопасность в наше время – это не менее важно, чем и крепкое, хорошее здоровье, чего вам всем и желаем. Вот такие цитаты. И для начала интерактивный опрос. Сегодня он звучит таким образом. Это так, о роли личности в истории. Стабильность и развитие области зависят, в данном случае, понятно, Одесской, от председателя областной государственной администрации, от чиновников на местах или от центральных органов власти, которые находятся в столице. Ну, намеков более чем достаточно. В этой студии Максим Степанов, глава Одесского региона, председатель Одесской областной государственной администрации. Здравствуйте, Максим Владимирович. Добрый вечер. Вот такая купа вопросов. Мы будем говорить и об электронном управлении нашим регионом, новый веб-портал, об этом чуть позже. Но первый вопрос не об ужине, хотя время вечернее, а поговорим за обед. Потому что сегодня регион посещал министр обороны Украины, генерал Полторак. Вы сопровождали его в этой поездке. Где были, что смотрели? Потому что речь шла о важном элементе. Это переход на новую систему питания для вооруженных сил Украины. Что вы, как глава администрации, лично для себя вынесли из этой поездки, главы военного ведомства? Еще раз здравствуйте. Ну, у нас завтра очень важный еще визит с Степаном Тимофеевичем. Мы летим в область. У нас посещение Болграда, Сараты, Арциза, Тарутина. То есть такой насыщенный достаточно. Сегодня мы смотрели новый формат питания, который я очень горжусь тем, что первый такой пилот запущен в Одессе, именно в одной из воинских частей. Действительно, мы даже продегустировали с министром. Я должен сказать, что там достаточно вкусно, есть определенный ассортимент. И, как мне кажется, основной показатель, который приводил министр, ребята-контрактники, которые получают соответствующую компенсацию по питанию. Если у него до начала этого эксперимента, до 14 июня, 300 человек таким образом кушало в соответствующей столовой, то сейчас после введения нового формата это количество увеличилось до 600. Что само по себе говорит, это главный, наверное, критерий, который сразу показывает. Ну и, в принципе, это достаточно классная вещь. До конца года на такую новую форму будет приведено порядка 20% и полностью все не закончат к концу 2019 года. Еще один главный элемент военной составляющей жизни Одесского региона – это, конечно, безопасность. Насколько мне известно, именно этот элемент будет усилен в нашей области, потому что область и приграничная, и стратегическая для всей Украины. Будут ли развертываться новые военные части на территории Одессины? Их всегда здесь было очень много. Да, дислокация будет увеличиваться. Дислокация именно в районах, в регионах области, где не было, либо было недостаточное количество. Это, в частности, в Бессарабии и в Болграде будет увеличено. На сегодняшний день стоит порядка 130 человек, будет увеличено до 600 в ближайшее время. И в Сарате, и в Арцизе. В Арцизе – это аэродром. Также мы говорили о… И завтра мы сделаем облет Тарутинского полигона. Для меня это еще важно, потому что там есть Тарутинский степ, который нам крайне необходимо сохранить. По возможности мы договорились сегодня с министром о том, что мы будем увеличивать размер с 5200 первым этапом до 6000 гектаров, потому что это то, за чем мы должны следить, это то, что нам досталась наша такая богом данная земля, и мы точно не можем ее испортить. Поэтому завтра будет тоже такое достаточно важное. Мне это все очень нравится, потому что неделю назад был министр внутренних дел, дислокация национальной гвардии в Измаиле и тоже в Болграде. Также мы тогда договорились о увеличении количества патрульной полиции, потому что действительно безопасность, именно общественная безопасность – это один из основных элементов жизни каждого человека. Мы над этим очень-очень серьезно работаем. Отсюда эти 77 автомобилей… Да, насколько я понимаю, именно ваш подход, как председатель областной государственной администрации, когда мы говорим о неком снижении напряжения в общественно-политической жизни, общественной жизни, оно, конечно же, особенно в Бессарабии присутствует. Таким образом мы и увеличим привлекательность инвестиционную Одесского региона в том числе. То есть безопасность и экономика в этом плане связаны? Конечно. Это все связано. Дороги, экономика, безопасность. Естественно, турист сюда не поедет, когда здесь небезопасно. Естественно, люди хотят отдыхать только в безопасных местах. Поэтому и уделяется такое огромное внимание, я же говорю, прежде всего, публичной, общественной безопасности. То есть это связано и с профилактическими работами, и что меня радует, и повышается и уровень раскрываемости. Но прежде всего мы нацеливаемся на профилактические различные меры, которые проводятся на еженедельных аппаратных совещаниях с представителями правоохранительных органов. То есть это первый вопрос, который у меня стоит, и все планы действия, которые мы разрабатываем. Ну и накануне. У журналистов точно это вызвало определенное внимание, за всех не могу расписываться. Тем не менее, в Одесской области появился новый официальный веб-портал. Небольшая такая, скажем, подводная часть того, что происходило. Мы подведем к этой теме. Давайте посмотрим, что это такое, и глава администрации расскажет более подробно, зачем и вообще, кому это необходимо. У Одесской области появился новый официальный веб-портал. Теперь любой житель региона может зарегистрироваться на сайте, используя либо имейл, либо профиль в соцсетях, банк-айди или электронную цифровую подпись. Авторизированные пользователи платформы смогут оставлять свои обращения и предложения по проблемам области, а также создавать петиции к руководителю обл. администрации. Для рассмотрения коллективного обращения за три месяца надо набрать тысячу голосов. Также с помощью портала жители региона смогут не только следить за работой местных властей, но и контролировать их деятельность. Отметим, что Одесская область стала первой, где открыта такая форма коммуникации. Вот такой подход быть первыми, но всегда возникает в данной ситуации вопрос и качества. Зачем необходим новый официальный веб-портал, что он дает простому жителю области? Обычному человеку, который сейчас нас смотрит, говорит, «Ну это все здорово, это все хорошо, а мне-то что?» Вот Одесский вопрос. «А мне-то что?» Ну и цена вопроса. То есть как это разрабатывалось, кто разрабатывал и за чьи кошки? Начну с главного. То, что я уверен, больше всего интересует. Цена вопроса. Да, цена вопроса. Он не стоил бюджета ни копейки денег. Разрабатывался компания Китсофт. Это мои давние друзья, скажем так, на волонтерских таких позициях. И гражданской организацией «Суспель на око». Это та часть, которая открытые данные. С Китсофт. Вот я по выходным ездил в Киев, сразу придя, по сути дела, возглавив Одесскую область. Ну, вам скажу честно, что тот сайт, который существовал в Одесской области, ну, я если там один или два раза на него заходил, то это вот в лучшем случае. Ну, та ситуация, когда или хорошо, или ничего. Ну, вот там, туда было невозможно заходить, в моем понимании. Поэтому, естественно, я хотел, чтобы это был классный информативный ресурс, прежде всего платформа. Я об этом заявлял в своем плане действий «Разумный регион», причем, чтобы это был не просто сайт, а чтобы это была именно платформа. В чем разница? Сайт, есть какая-то статичная информация. Здесь мы ввели, в том числе, систему, начиная от личного кабинета человека, который просто там элементарно зарегистрировавшись, либо через социальные сети, либо через, ну, все популярные социальные сети, либо через банк ИД, либо чего, как-то получает личный кабинет, который, с помощью которого он коммуницирует с органами власти. Причем, эту коммуникацию я планирую максимально расширять, привлекая различные, в том числе, и центральные органы власти. В том числе запущен механизм электронных петиций. Поставили критерий, там, тысячу голосов, в случае петиции набирают, то она автоматически сразу рассматривается. Помимо этого, максимальная информация, максимальная открытость. Я вам хочу сказать, что тот сайт в том виде, та платформа, в котором она сегодня существует, это вот только начальный этап. Мы будем ее развивать, дополнять. Она сейчас работает у нас в тестовом режиме, в том числе, слыша то, что нам будут поступать сигналы, в том числе и от громадскости. Когда мы его разрабатывали, идеология была, то есть я ставил себя, и вот такая у меня была фокус-группа, на место человека, который будет этим пользоваться, что нужно нам. Не с точки зрения, что нужно власти, а что нужно нам. Ну, у меня такая вот, я считаю вообще, что все, что связано с электронным государством, все, что связано с электронными вещами, это один из самых таких продуктивных методов борьбы с любой коррупцией. То есть, у меня так сложилось, что я этим очень много занимался, работая руководителем предприятий, запуская ID-карту. И я очень хотел, чтобы мы сделали электронное государство даже лучше, чем эстонское. Я уверен, что этот эффект был бы, ну, просто колоссальный. Ну, сейчас вот эти идеи начинаю реализовывать в Одесской области. Поэтому не стоил ничего, вот мы его как бы запустили, сделали, я же говорю, в таких вот волонтерских началах. Какой-то период нам понадобился, чтобы его сделать. Дальше мы его будем только улучшать, я в этом уверен. И, естественно, очень важна обратная связь. Вот обратная связь и борьба с коррупцией. Вы говорите о том, что с помощью портала жители региона смогут, эта цитата, не только следить за работой местной власти, но и контролировать ее деятельность. Каким образом это будет происходить? Ну, опять-таки, коллективное обращение, которое за три месяца, насколько я понимаю, набирает тысячу голосов, вот они поступают. Да, вот три месяца прошло, тысяча там, двести голосов. Что дальше, да, какого алгоритма действий? Чтобы не буксовала эта работа, да, потому что, ну, сейчас люди, я уже вижу, да, реакцию в соцсетях, в том числе, довольны, да, но есть опасения, что дальше. Вот поговорили и все. Ну, конечно, есть опасения. Ну, когда не делается, не делается. Я помню скепсис. Тут раз свалилось. Как он ее откроет, уже дорога не строилась годами, ехать час сорок. Что так, наверное, и здесь. Надеюсь, что чем дальше, тем это скепсиса будет меньше, потому что я очень ответственно отношусь к тому, что я обещаю. Естественно, когда зарегистрирована петиция, по мере набирания голосов, мы же будем все отслеживать, смотреть, и сразу мы будем понимать, какой механизм реализации и вот действительно решение этого вопроса, который поднят в той или иной петиции. Это же не только петиции касается. Люди же смогут обращаться в том числе и через свои личные кабинеты с теми или иными просьбами. Дальше я планирую, как можно быстрее внедрить электронный документ оборот. С точки зрения контроля, который вы сказали, там есть открытые данные, которые показывают, я хочу вывернуть наизнанку все цифры, чтобы это все видели, все видели, сколько в этом районе тратится на медицину, а сколько в этом районе тратится на медицину. Люди в состоянии это сравнивают. Насколько эффективно. Что происходит со школами, что происходит с энергоэффективностью, что происходит с этим. Разговаривать тогда проще. Разговаривать проще с местными чиновниками, разговаривать проще. То есть ты видишь сравнение. Это не элемент кого-то ругать. Ну, объясните, что-то происходит же у вас. Почему у вас такое количество неработающих? Почему у вас там затраты на школу больше, а здесь меньше? В том числе, я надеюсь, и на гражданское общество, которое в состоянии тоже показать, как они что-то видят, путь какой-то решения. Ну, то есть это же люди возникают... Таким образом, возможно, вы получаете некий, знаете, такой народный домоклов меч, да, с которым можете проводить в том числе и кадровую политику. Ну, вот с неэффективным чиновником сказать, парень, ну вот посмотри, вот у тебя вот так, и народ недоволен, да? То есть это тоже будет такой подход? Ну, а вы понимаете... Я не говорю, что рубить там с плеча, это понятно. Дело в том, что давайте сначала поймем вот причину, что происходит. Почему? Когда есть вот эта открытость, то, ну, как бы рубить, это все очень хорошо. Помните, как у Булгакова? Лаской, только лаской. У меня есть опыт, убеждение. Давайте не будем стараться сразу рубить чего-то шашкой. Но вот эта открытость, я считаю, что управлять намного проще. То есть когда тебе нечего там что-то прятать, у тебя все открытое, пожалуйста, смотри. Вот давайте цитата сейчас как раз про новый веб-портал. Я цитую. Вчера, мова оригиналу, Вчера мы вирішили скористаться тем, что Одесская ОДА запускает новый вид звернений, электронные петиции. Зареєстрували ее на сайте. Вона пока первая и единая. Ну, это было на вчера. Теперь нам нужно набрать тысячу подписей, чтобы петицию разглянуть у Максима Степанова. Люди звертаются, мова идет о военно-морском лицее, 150 лицеистов, нет автобуса, и вот уже голосуют не только одесситы, но пытаются проголосовать жители других регионов, хотя бы поддержать морально тех, кто оставляет свои подписи под петициями. Может, вопрос стоит решить раньше, или все-таки будете ждать, пока петиция наберет, как положено, тысячу голосов? Ну, я уже дал задание заниматься. Я знаю. Я, естественно, уже дал задание этим заниматься, но механизм петиции никто не отменял, поэтому в любом случае существует проблема, этим нужно заниматься, и тем более, когда речь идет о образовании, вы знаете мое отношение к образованию, поэтому у меня есть глубокая уверенность в том, что только образованная нация в состоянии быть успешной. И мы говорим таким образом, что вот такое электронное управление, система управления электронная в регионе, в частности в нашем Одесском регионе, она увеличивает инвестиционный интерес для тех людей, которые хотят тратить свои деньги здесь, именно в нашем регионе, на юге Украины. Так ли это? Согласны ли вы? Ну, конечно. Дело в том, что я еще раз хочу сказать, что это только начало. Вот мы с этого начали. Дальше там будет инвестиционный портал. Я хочу, чтобы там были прописаны максимально все процедуры на те или иные разрешения, которые должен получать инвестор. На инвестиционном портале должны быть вот эти инвестиционные площадки. Например, то, что касается, вот это наша наболевшая тема по выделению земли, например, войнам АТО. Сейчас вот Дэш Геокадастр, по моему поручению, сделал участки земли, массивы земли в каждом районе, где война АТОшник может это получить. Сейчас они работают над интерактивной картой в каждом районе, чтобы любой парень, который хочет получить землю, войн АТОшник зашел и с помощью этой интерактивной карты мог сразу зарезервировать этот участок и через понятные, легкие процедуры затем получить соответствующее разрешение и последующее выделение этого участка земли. Я вот сколько наблюдаю за вашим силем управления, сейчас просто фактаж, и понимаю, что во главу глаз всегда ставится желание услышать людей. Причем я говорю о разных социальных группах, да просят меня телезрители, что говорю именно так, социальные группы. Тем не менее, вы слушаете, вы слышите, это да. И какова реакция тогда, да? Не только социальных групп, с которыми вы встречались. Людям уже приятно, когда их просто выслушают. Это правда. До этого многие годы людей просто не слышали и не слушали. Вот что дальше? Вот практическая направленность таких встреч. Вы встречались с крупным бизнесом, вы планируете встречаться с средним, мелким бизнесом. Да, это встреча с воинами АТО, волонтерами. У каждого свои проблемы, свое видение, все самые умные знают, как управлять государством, делать телевидение, играть в футбол. Ну, это святое. Тем не менее, что на выходе? Вот что вы получаете для себя лично? И как это реализовывается потом в документах, в распоряжениях, в каких-то проектах? Ну, я стараюсь, то, что я слышу, ну, особенно это в том числе касается и, например, личных приемов, которые я провожу, да, там, либо общение с теми элементами. Как-то это проблема, то есть есть же точечные проблемы, с которыми люди приходят. А есть проблемы, с которых можно сделать выводы и затем уже выходить на какие-то комплексные решения. Простой пример. Сегодня мы проводили заседание нашей комиссии по безвечайным ситуациям по одной причине. То есть я активно вот сейчас пользуюсь фейсбуком, и ко мне пришли один из волонтеров, прислали о проблематике, которая у нас существует еще до всех этих случаев со смертями от ботулизма по отсутствию сывороток, вакцин. Естественно, сразу поручил Полясному. Давайте разберемся, что нам необходимо делать. Действительно существует проблема. Проблема в государстве. Эту проблему нужно решать, но я не готов сидеть, ждать, пока ее решит нам Министерство здравоохранения в целом в государстве. При всем уважении. Ну вот мы нашли путь, каким образом это решить. Я хочу это решить для Одесской области, которую я на сегодняшний день возглавляю. То есть я готов слышать и готов дальше принимать соответствующие решения, чтобы получить конкретный дальше результат. Точно так, общение с людьми, например, по поводу дорог. Люди говорят, Василий Владимирович, вот нам нужны дороги. Начинаю дальше спрашивать, какие дороги, а куда, вот, как вы считаете, потому что нужно составить приоритет. Как было раньше? Велые чиновники начали закатывать один район. Ну, какие-то виды были на этот район. Я к этому не готов, я не готов к этому ручному управлению. Я сказал, мы должны определить приоритеты, какие дороги мы будем строить. Да, нам необходимо достроить Одесса-Ренит, но в этот год мы ее достроим. Что дальше? У нас идет реформа здравоохранения, у нас идут госпитальные округа, у нас реформа образования с опорными школами, потому что в прошлом году создали две опорных школы. За весь год. Просто не воспользовались 18 миллионами гривен, которые выделяются на опорные школы в виде субвенций из государственного бюджета. Две за весь год. Мы уже сделали четыре. До конца года будет 15. Естественно, если есть опорная школа, если есть госпитальный округ, если есть более функциональная больница, туда нужно доезжать. Приоритет в строительстве дорог в следующем будет это госпитальная округа и образовательная округа в виде там опорных школ. Потому что очень часто человек, живущий особенно где-нибудь в селе, он в Одессу ездит там раз в два месяца, а в больницу либо в школу он ездит каждый день. Максим Владимирович, и на десерт вопрос. Нас уже подгоняет, времени нет, тем не менее я обязан его задать. Дом от главы Одесской областной государственной администрации. Это пиар-акция или пример для подражания? Я буду только рад, если такой пиар-акцией воспользуется как можно больше обеспеченных людей и просто подарит дом сироте. Могу вам сказать, вот я никогда не скрывал, что я в принципе являюсь там достаточно обеспеченным человеком. Это не являются большие деньги, но я вам честно скажу, ради вот этих счастливых глаз с этого абсолютно обаятельной девчонки, очень скромной, ну, это действительно то того стоит. Я знаю, что этот ребенок, которому 18 лет, который только начинает свою жизнь, и которая уже судьба, так была жестока к ней, то есть она потеряла сначала маму, потом отца, и теперь этот ребенок будет жить. Изначально я его покупал, потому что мне нужно было где-то зарегистрироваться, чтобы заплатить налоги. Там был такой чисто корыстный интерес, мне как главы был госадминистрации, потому что я хотел заплатить в этой области, потому что я хотел построить эту школу, школу Ставрово, которая действительно там необходима, и посчитал, что, ну, ничего, Печерская налоговая города Киева, фискальные службы, как-то уже продержится без моих налогов, а в Окнянском районе это будет более... У нас финал. Финал на сегодня, но в любом случае ставим троеточие, потому что тем очень много, но говорят все, больше нельзя на сегодня, по крайней мере. Интерактивный опрос, сегодня мы задавали его таким образом, стабильность и развитие региона, от кого зависит прежде всего? От председателя областной государственной администрации 63% говорят вот так. Господин Степанов, давайте руководите. Чиновники на местах 25, и от центральных органов власти 12. Вот меня больше радует 12% о том, что кивают сегодня на Киев. То есть вы меня так... Да, вот вам вот работаете. Мало работаете. Больше, понял. Работаете. Спасибо огромное. Максим Степанов, председатель Одесской областной государственной администрации, был гостем вечером на седьмом. Мы были в прямом эфире. Все было прозоро. Вы видели сами. Оценку ставить вам. Но по делам, не по разговорам. Спасибо, что были с нами. До встречи.